всем привет ни для кого не секрет что я очень люблю 50-е годы принципе сама выгляжу в стиле 50-х кроме того я люблю очень эру золотого голливуда и интересуюсь ею и сегодня я бы хотела для вас снять такое видео видео об украшениях золотого голливуда и о тех драгоценностях которые носили или не носили актрисы в то время сейчас я вам все расскажу конечно же когда вы смотрите на фото тех лет или смотрите фильмы тех лет вы наверняка замечали что чаще всего на актрисах одеты какие-то роскошные украшения если это снимался исторический какой-то фильм например клеопатра то там соответствующие украшения в стиле древнего египта и вообще создается такое ощущение что в то время звезды носили исключительно бриллианты исключительно золото все такое сияло в кадре сверкала вообще в то время что фильмы что фотографии придавался такой глянец такой лоск и старались даже чтобы в кадре какие-то блестящие вещи были в общем все делалось для того чтобы создавалось ощущение что все дорого красиво богато естественно мы смотрим и думаем ах какие шикарные украшения это же сколько вкладывалось денег в создание этих фильмов и вот сегодня как раз таки я вам раскрою один секрет голливуда откуда в голливуде брались такие украшения а все дело в том что все что вы видите в старых фильмах это процентов на 90 бижутерия вот эти бриллианты сверкающие в большинстве случаев не настоящие все дело в том что в то время жил такой человек которого звали юджин джозеф родился в чикаго в 1905 году молодости он занимался рекламным бизнесом и одновременно учился художественному литью и в 1928 году он переезжает в голливуд и сталкивается с тем что выбор украшений для фильмов достаточно скуден и его еще очень раздражал один факт что в исторических фильмах используются какие-то украшения которые к историческим событиям не имеет никакого отношения то есть не соответствует той самой исторической эпохи и юджин тогда начинает усердно изучать историю моды начинает путешествовать по миру по музеям и рассматривать вот эти вот все реквизиты украшения прошлых эпох он в библиотеках знакомился с архивным описанием разных украшений тех лет и вот таким образом у него уже сложилось представление о том как как должны выглядеть украшения через некоторое время он начинает сотрудничать с голливудскими художниками по костюмам вообще в голливуде юджин джозеф приобрел очень много нужных связей интересных знакомств и в том числе он подружился с одним из дизайнеров это был уэлтер бланкет вот в то время был художником как по костюмам голливуде и был достаточно известен и поначалу юджин джозеф сам не делал украшения а он готовил эскизы и отдавал их мастера которые должны были по эскизам изготовить вот эти вот изделия но он столкнулся с тем что мастера частенько отказывались от работы все дело в том что юджин джозеф был таким перфекционистом и хотел чтобы его украшения были идеальны и мастера просто-напросто отказывались и говоря что такого качества такого уровня украшения просто невозможно сделать и джозефу ничего не оставалось как самому взяться за производство этих украшений и в 1935 году юджин джозеф вместе со своим братом открывает мастерскую которую называет джозеф of hollywood и здесь он начинает создавать самостоятельно бижутерию для фильма и самое главное правило которого он придерживался это украшение должны соответствовать той эпохи о которой идет речь фильме и джозеф изготавливая украшения применяет свой секретный особый способ обработки металлов для того чтобы вот эти вот изделия не бликовали в прожекторах при съемке и при этом у него было требование чтобы украшение выглядели натурально если это золотые украшения они должны выглядеть как золотые его украшение можно увидеть все практически во всех фильмах того периода это и клеопатра с elizabeth taylor это и джентльмены предпочитает блондинок с марлин монро во многих во многих вот таких фильмах а его украшение снялись более чем тысячи фильмов а И поначалу Джозеф изготавливал украшения конкретно под какие-то фильмы, а затем он придумал сдавать эти украшения в аренду для фильма. И благодаря этому сохранилось на данный момент более трех миллионов украшений, которые были сделаны именно Джозефом в его мастерской. Ну и затем Юджин Джозеф пришел к тому, что украшения нужно изготавливать и для обычных женщин, которые хотят повторить, допустим, образ любимой актрисы в кино и вообще хотят выглядеть не хуже, чем звезды голливудские. И поэтому он начал массовое производство украшений. И первая линейка появилась в 1937 году, первая линейка бижутерии, и была просто мгновенно распродана. У Джозефа было просто море заказов, и он, естественно, в одиночку уже не справлялся. И тогда он пригласил секретаря к себе, Джоан Касл. Эта леди обладала очень хорошим бизнес-чутьем, и в 1942 году они поженились. А кроме того, что Джозеф изготавливал для фильмов всякие украшения, звезды настолько полюбили вот эту бижутерию, что они после съемок в фильмах просили сделать для них что-то подобное. И Юджин, естественно, делал. Звезды начали в этих украшениях и в свет выходить, и на красные ковровые дорожки. В 1948 году, к сожалению, Джозеф трагически погибает в автокатастрофе, и его дело продолжают его жена и сын. Но в конце 50-х, после того, как князь Ренье одел свою супругу Грейс Келли в настоящие драгоценности, эра вот этой бижутерии, к сожалению, подошла к концу. И в конце концов, звезды предпочли носить настоящие бриллианты, а бижутерия стала считаться дурным вкусом. Но предприимчивая жена Юджина, Джоан, она быстро сориентировалась и стала предлагать свои украшения сериалом. И эти украшения от Джозефа вы можете видеть в таких сериалах, как Династия, Даллас. Ну и, конечно же, вот эти украшения от Джозефа на данный момент являются очень желанным экспонатом коллекции для разных коллекционеров. В общем, вот такая интересная история голливудских, так скажем, драгоценностей. И напоследок я бы хотела вам еще рассказать, где же сейчас находятся эти украшения. Ну и, как можно предположить, находятся в частных коллекциях. Но на самом деле, из-за того, что Джозеф сдавал их в аренду, они сохранились. Сохранились в одном месте. Находятся они в Лос-Анджелесе. И хранятся они на совершенно неприметном складе за серой дверью, на которой просто написано «Джозеф». И там помещения в 100 квадратных метрах, на которых расставлены вдоль стен стеллажи. Те стеллажи от пола до потолка. На одной стороне стеллажи с черными бархатными коробками. Это самые дорогие, самые ценные украшения. И, естественно, они занесены в каталог. Если вы сейчас посмотрите на фотографию, то вот это жерелье считается одним из самых дорогих и одним из самых запрашиваемых телевизионщиками. И еще я вам расскажу очень интересную историю. Дело в том, что когда снимался фильм «Клеопатра», и для Элизабет Тейлор был сделан пояс, а мерки снимала сама Джоанн, то есть жена Джозефа, то в день, когда этот пояс был готов, оказалось, что он мал Элизабет на целых 7 сантиметров. Дело в том, что в то время актриса очень сильно поправилась. Но Элизабет отказалась признавать этот факт. Естественно, обвинила Джоанн в том, что она просто-напросто сняла неправильно мерки. Ну, Джоанн как мудрая женщина и как, так скажем, хороший бизнесмен, естественно, промолчала в ответ. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. В конце предлагаю вам посмотреть подборку тех украшений, наиболее известных, самых красивых, которые изготовил Джозеф для известных актрис и для известных фильмов. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин